Дамы и господа, привет. Ни для кого ведь не секрет. Я успел просчитать ровным счетом, имейте в виду все. Секрет, что магия в ванильном Скайриме по всем фронтам проебывает физики и смакует пожилую Бебру 25 на 8, так? Так. И поэтому пытаться обязательно выжить чистым колдуном на легенде совсем печально. Сейчас мы будем это исправлять. Я тебе... О господи, да... На легенде ты же сосал. Я включил легенду и на началах это вообще анрил какой-то. Я наглядно продемонстрирую, как организовать билд жесточайшего пироманьяка, который успешно разваливает кабины сильнейших крэхеров на легенде и разгоняет митинги сквозь стены одной только силой мысли, не вынимая даже ручки из карманов. А? Наличие интриги присутствует? Все дело в том, что в игре есть очень сильные, необычные и неочевидные эффекты, которые помогут пироманту стать действительно интересным, разнообразным, а главное охуенно мощным магом. Сейчас я тебе обо всех этих приколюхах и поведаю, а параллельно будем подробно разбираться, как и почему все это дело вообще работает и дружит ли оно с неофициальным патчем. Потому что, как мы знаем, мир Скайрима далек от идеала, и многие сильные фичи здесь, на самом деле, оказываются банальными багами. Офига! Прикатился просто обратно! Бывает такое, короче, что убил дракона, пожрал его душу, портишься в город, а он вместе с тобой... Класс. Через какое-то время. А знаешь, какой мир действительно идеальный? Итак, почему же именно пиромансер? Сейчас расскажу. Понятно. Во-первых, огонек это самая дамажная стихия, из-за своей особенности поджигать цель и наносить дополнительный урон. В то время как молнии жгут манку, а лед стаминку. Во-вторых, фаерболы имеют максимализированную дистанционную дальность среди всех подобных спеллов. В-третьих, вероятность встретить вражину с фаеррезистом крайне мала. Но зато ансабов суиз... Ясно. С уязвимостью худжопой жуй, например, вся нежить. А в Скайриме же куда ни плюнь, обязательно попадешь или в ебучего гонца, или в нежить. Ну и по неведомой причине в этой игре именно фаердэмэдж представлен в наибольшей вариативности. В общей сложности около 70 различных эффектов, вызывающих пожар. Почему в играх так любят фаердэмэдж? Тот же Геншин. Овер до хрена фаер персонажей. И лед. Все. А фаер тоже одна из самых сильных стихий. Шароопасную ситуацию в той или иной форме. А еще им удобно поджигать газ и масляные ловушки. Но помни, дети спичкам не игрушки. Угу. Поэтому... Дети спички. Ха-ха-ха-ха. Гайд строго 800+. Некоторые моменты из этого ролика уже встречались в моих прошлых видеоматериалах. Но я вкратце повторю их и здесь, чтобы билд был максимально полным. Ладно. Так кого же лучше избрать для роли нашего пироманьяка? Поскольку это все-таки маг. Конечно, хорошим выбором будет Бретончик из-за своих резистов. Или Семен Альтмер из-за бонусов к мане. Ну а я, конечно, предпочту Данмера. Потому что он со своим внутриутробным талантом к поджигательству подходит сюда как нельзя лучше. Ведь у него как раз 50% фаер резист, уникальный огненный плащ и 25% дистракшена со старта. Я, видимо, удачно начал играть им же. Да, и никто тебе не бэксидил. Что если ты хочешь играть за мага, тебе лучше братья либо темного эльфа, либо высокого эльфа. А там как бы и так понятно по описанию. Я просто даже не думал, что я буду именно огнем бить. Но почему-то все пошло так по прохождению, что в основном дамажишь огнем. Да, это логично, учитывая то, что ты взял Данмера. Ну, я не планировал так. Оно случайно получилось, я в этом плане. Что я думал... Ну, я планировал быть магом, но не планировал быть именно магом огня. К тому же игровые пироманты обычно всегда как раз именно Данмеры. Чтобы максимально было по РП. Окей, сохраняем этого красавчика. Что дальше? А теперь начинаем собирать любимые игрушки нашего маленького поджигателя. Первым делом отправляемся поближе к его родине, на остров Солстейм. Находим там так называемый курган Колбьерн. И здесь к нам подваливает местный колдырь с интереснейшим предложением. Суть плана такова. Инвестировать 11 тысяч пиастров на расхищение проклятой могилы пожилого Драгон Приста. Очень заманчиво, соглашаемся не раздумывая, ну что может пойти не так. Как бабу Леноса раздобыть, я думаю, ты уж сам как-нибудь догадаешься. И есть миллион способов, например, те же кулончики с кораблями собирать, но видос сейчас не об этом. Короче, потихоньку мониторишь раскопки этой ебучей усыпальницы, бережно собирая все реликвии хозяина. Они нам понадобятся позже. Но самое главное, отыскать изедалого колечка волшебства. Это дико мощная вещь, которая выправляет баланс, и маги наконец перестают сосать. На кольце написано, одно кольцо, что правит всеми, оно главнее всех. Оно сберет всех вместе и заключит во тьме. Кстати, колдыря в конце советую не убивать. Он ни в чем не виноват. Малого просто затянули в секту. Пощади его и получишь одного из лучших компаньонов в игре. Подробнее об этом как раз было в моем... Почему он тебе не нравится так? Не знаю, он мразота. Ясно. В ролике о напарниках, кстати. По-моему, у меня просто так не было, в смысле, я его не убивала. Его кто-то убил, кто-то. Подробнее об этом как раз было в моем ролике о напарниках, кстати. Так вот... Позволяет вам читать заклинание поджига-заморозка? А так типа нельзя. Так их типа нету, или они не появляются, или что? Я вообще этим кольцом никогда не пользовалась, поэтому я тебе не скажу. Я-то вообще не шарю, в общем-то. У меня аж появился азарт. Выиграть за мага. Ну так мы уже играем. Это не то. В смысле не то? Ну это ж твой персонаж, ты его по-своему будешь разбивать. Так ты тоже будешь им играть. Да. Возвращаемся к колечку. Накручиваем его на свой напарничник и... Кольцо пробудилось. Оно слышит зов хозяина. И тут же получаем два новых спелла. Поджиг и заморозка. Но нам интересен только первый. Казалось бы, что тут интересного. Лоховской спелл ученика, накладывающий дот на 4 урона в секунду в течение 15 секунд. Не, ну в общем-то в сумме это 60 урона, так же как у экспертовского фаербола. Только базовые затраты маны у него почти в 10 раз меньше, но и урон растянут по времени. Но колечко не так просто, как кажется. Дело в том, что дот от поджига при повторном наложении не обновляет время предыдущего дота, а просто вешает новый поверх старого. С такой же доты урон суммируется, напряжение нарастает, отвал пизды приближается. Херан. Окей, уже интересней, но дамага все равно маловато. Давай попытаемся его бафнуть. Вот теперь выкручивай внимательность на 100. Вот что мы делаем. Сначала берем усиленное пламя на 2 из 2. Это повысит урон на 50%. То есть с 4 аж до 6. После этого отправляемся в ветку иллюзионистов братьев Сафроновых и берем перк на... Чувак? Наука траха. Теперь снова смотрим на поджиг, а у него уже 21 урона. Дамм. Снова смотрим на... Серьезно, я не могу... Стоп, чё, каким... Как оно вообще, заклинание страха... Каким образом заклинание страха увеличило этот, как его... Дебаф поджога. Урон. Сафроновых и берем перк наука траха. Теперь снова смотрим на поджиг, а у него уже 21 урона. Да, многие знают об этой особенности, но сейчас я объясню, почему же именно так происходит. Читаем описание перка. Заклинание траха действует на микрочеликов на 10 уровней выше обычного. Так при чём здесь вообще огонь, мм? Да. Дело в том, что у спеллов иллюзий нет урона. Единственный их параметр это левел цели, на который они могут срабатывать. А сила эффекта у них всегда одинаковая. Соответственно, этот перк повышает допустимый левел цели на 10. А в разрушении есть перк жаркое пламя, который добавляет огненным спеллам добивающую особенность. Враги с низким уровнем хп будут бросаться в бегство. Именно эта механика чисто технически, по ошибке, классифицирует огненные спеллы как спеллы страха. Поэтому на них начинает работать перк иллюзии. Внезапно. То есть, из-за того, что у иллюзии есть только левел цели, но нет урона, а у разрушения, наоборот, есть только урон, а левел цели не важен, то эти 10 уровней превращаются в 10 единиц урона. Понимаешь, что происходит? Значение попадает не в ту формулу и всё переворачивается. Причём, если наука страха была взята после усиленного пламени, то эти 10 урона тоже бафаются на 50%. И в итоге абсолютно все огненные спеллы получают прибавку в 15 урона. Это уже второй баг, потому что... Надо не забыть, что надо так прокачать, если оно вообще так ещё работает. Но на всякий случай прокачать именно так. Ну ты видео сохрани. Я один хрен в иллюзию не пойду долгое время. Потому что если взять науку первой, она почему-то не усиливается, и так и остаётся 10 единиц. Таким образом, испепеление у нас становится уже 105 дамага вместо 90. А поджиг 21 вместо... Уже 105 дамага вместо 90. Нормально. А поджиг 21 вместо 6. То есть первый усилился примерно на 17%, а второй на 250. Теперь 105 урона против суммарно 315. Поджиг стал в 3 раза сильнее экспертовского спела, но при этом остался в 10 раз дешевле. Ты же обратил внимание, что мы даже не брали жаркое пламя, а баг всё равно работает. Потому что это уже третий косяк. На самом деле все огненные спелы изначально имеют пометку страха. Даже без этого перка. Хотя по идее она должна появляться только после его взятия. Короче, огонь не должен иметь пометку страха до взятия жаркого пламени. После взятия должен. Но на него не должны работать перки иллюзии, потому что у них другой принцип, там нет урона. И уж тем более эти 10 уровней не должны бафаться усиленным пламенем. Вот такая хуэрга получается. Как ты понимаешь... Ну... Тот Говард решил, что должно быть так. Так и осталось, скорее всего. Я реально очень удивлюсь, если это исправили. Очень-очень сильно. Неофициальный патч все это дерьмо приводит в чувство, и наука страха перестает влиять на огонь. Но это дерьмо приводит в хуэрга получается. Как ты понимаешь, неофициальный патч все это дерьмо приводит в чувство, и наука страха перестает влиять на огонь. Но сейчас я совершенно осознанно пошел на этот акт богохульства и отключил патч, дабы продемонстрировать тебе всю эту непотребщину. репчину понимаешь сильная магия это это просто маг магия это бак магии нет это ошибка это всего лишь но мы можем пойти еще дальше напялить мат но я так понимаю вообще в skyrim и магии довольно пососные в сравнении с физиками 1 ледяного который так тебе ввалить звездюлей что ты хришь нашли вместе с кольцом это еще плюс 25 процентов урона от огня в итоге 26 на поджиге а теперь заваливаемся в местную магистратуру на проходной до тебя естественно доебется консьержка но ей будет достаточно один раз показать простенький фокус-покус и все получен пожизненный респект и право ходить по суицидальному мосту вот вообще знаешь что я не могу понять нахуя здесь вообще нужен этот мост если в интер холд раньше был большим владением до большая часть из которого обрушилась в ебеня оставив лишь пару халуп а коллегию засейвили колдуны получается она раньше стояла на земле так нахуя был нужен мост судя потому что он тоже обрушен снизу его построили не после обвала непонятно ладно в целом со своим коллеги не поняла что там была речка гонотечка к вайтране я не понял его предъяву а каким образом туда тогда бы попадали если бы этого моста не было а ты не понял нет он говорит про то что там обвал был в плане то что весь край обвалился до до этого можно было спокойно по земле попасть коллеги в интер холда ну да может быть можно увидеть по всем строением капитальным скайриме что там всякие мосты и прочие мете опять же канал там речки говнотечки там все равно мосты всегда есть видимо именно такой он не подразумевал огромную высоту по нему даже видно возможно мог быть просто ну тупо для красоты такое тоже бывает но я думаю да скорее всего просто там ранее была какая-нибудь река ну и уровень этого замка вы же сюда выше мы уже давно переросли нам здесь нужно только навестить библио деда пенсионер проебал учебники со своими охуительными историями и дает квест на их поиск в рандомный логи в награду дарует случайные скрутки шелидора любой школы магии либо повышает тебя какой-нибудь навык на один кроме зачара зачар дед зажопил собственно награду дают через сутки после возврата княгини но определяется она в момент сдачи так что смотри чтоб старый черт тебя не облапошил нашел княженцию пришел засейвился сдал сутки подождал получил презент и если там не дай бог не свиток разрушения даешь деду на клык и все по новой миша f9 собственно чем уникальны данные скрутки они и повышают урон и снижают стоимость каста на 50 процентов эффект у них совершенно отдельные поэтому складывается с другими подобными а еще при применении возникает классная анимация горения которое нам тоже как что ж такое то почему я все время пытаюсь повредить себе локоть почему ты убийца пытаешься время видео что произошло я пар 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 просто сидел да я перепери это перевалился с одной жопы на другую да я бы прошу пошутил про мамку но не буду я просто знаю потому что крыльями размахался короче конечно все прикольные гайды и прочее но выглядит как слишком замороченная дрочильня акрас в тему красиво в общем получив иском и сверток неистово ликуюсь и совершаешь себя стены локации иском и сверток неистово ликуешь и совершаешь себя с тене возникает классная анимация горение, которое нам тоже как раз в тему. Красиво. В общем, получив искомый свёрток, неистово ликуешь и совершаешь Себастьяна с данной локации восвояси на веки вечные до скончания времён. Как говорится, хуй тебе, Семён. Ну, а что, это не я сказал, это поговорка такая. Там прикольное задание. Ну, а теперь можешь, так сказать, маску натянуть свёрток. Ну, в данный момент у него цель не эта. Ну, да, он сказал навсегда. Да это уже, это уже, гайд для задротов, которые перелопатили своим хуем весь Скайрим снизу доверху. Я так думаю. Теперь я хочу вернуться в Скайрим соло. Ну, а теперь можешь, так сказать, маску натянуть свёрток, развернуть туда-сюда сделал. Ну, и вот, пожалуйста, 39 урона у поджига. Он уже в 10 раз сильнее, чем был изначально. Вот и получается, практически нихера не сделали. Вкачали буквально пару перков и 60 разрушения. Самое начало игры, а у тебя уже есть супер мощный и дешёвый спелл на любой случай. Не забывай, что с двойным разрушением и ударной волной ещё немного вырастает урон, и цель станется при каждом попадании. А если ещё и слоумо предварительно накинуть, так можно вообще так жёстко настакать, что на эти 15 секунд развалится абсолютно любая кабина, что и бонитовая, что драконья, неважно. Стоп, он сказал самое... Убийство бонитового воина? Он сказал самое начало игры, а каким образом у него тогда уже 80-й уровень? Ты же говоришь, и бонитовый появляется не раньше 80-й. Ты видел, как в самом начале игры он мог до 100 прокачать кучу способностей? И у него было очков способностей 74. А, ну он, наверное, в этом плане читанул, чтобы не прокачиваться с нуля, и на ибонитовом воине просто показывает эффективность того, как всё работает. Я думаю... Ну, показывает, видимо, уже на существующем сейве, скорее всего. Ну, хз, может быть. И просто он не шёл в магию и теперь показывает это на магии. Может. Это ништяк, блядь! Вот, но это только начало, ведь у тебя при себе ещё и целый сет Азидала есть. Осталось разыскать Блэкбок, Бациллова и Реген, и можно обузить крафт. А если туда ещё и Некромага подключить, получаются мощнейшие пузырьки. Около 240 процентов. Я думаю, все прекрасно знают, как это делается. Ну, если вдруг кто-то не знает, у меня когда-то был отдельный... У него, кстати, меню там... Это... Модированное. Угу. ...видосик и по крафту, и по Некромагу. Всё оставлю в описании. В общем, по итогу, с такими банками, маской, свитком, двумя перками усиленного пламени и наукой страха, урон поджига можно легко разогнать свыше 60 единиц в секунду. И тогда его потанцевал, раскрыть будет уже просто ненаком. Причем самое забавное, думаю, кто-то, я помню, на стриме, когда мы начали играть в Skyrim недавно, кричал, что «Ой, не качай дамаг с двух рук в магии!» Всегда сильнее. А тут наоборот прокачан. Ну, как бы... Ну, просто если ты всираешь хп свое, то тебе лучше на одной руке восстановление иметь. Ну, да. Или хотя бы это, какую-то защиту. Всегда можно переключиться, не просто так в игре придуманное избранное. Любой противник отъезжает, прежде чем ты настакаешь свою самую безумную комбинацию. Хотя при таких огромных процентных значениях испепеление уже потихонечку перестает отставать. Да и появляется возможность зачариться в бесплатный каст, так что поджиг все же наиболее эффективен именно в начале игры. Но это был только первый финт нашего пироманта. Двигаемся по Некселю. Мы поняли, что наука страха лучше всего бафать слабые спеллы, верно? Да. Но что еще крутого есть среди слабых спеллов? Четыре буквы. Плащ. Да, казалось бы, что интересного может быть в плаще? Простенький спелл адепта, ну, наносит он свои 8 единиц урона в радиусе мили атаки, ну и хрен бы с ним, это не серьезно. Более того, даже если применить к нему все те же самые фичи, урон все равно не увеличивается. Выходит, бесполезный спелл, что ли? Это значит, так шутка, что ли, блядь? Не совсем так. А почему не увеличивается, интересно? почему-то просто не отображаются настоящие значения урона, хотя на самом деле все бонусы на этот спелл работают. По сути, ты можешь ориентироваться на урон пламени, базовый спелл, который открыт у любой расы с начала игры, потому что его урон по умолчанию также равен 8 единицам. И вот каким он будет после применения всех плюшек, таким же будет и у плаща тоже. Смотрим, сотка. Слушай, ну вот это уже интересно. А все, кстати, начинают и у них есть спеллы, типа вот электричество и поджиг или нет? Ну да... Я не помню. Я не помню. Просто мы что начали, у нас было электричество, поджиг и хилка, а у остальных я не помню, есть это все или нет на старте. Хотя я начинал-то только каджитом. У каджита, я знаю, есть ночное видение. А, или нет, или это у органиан. Нет, у органиан подводное плавание. Убежаешь у каджитов. Убежащая видение. А еще удар когтями у каджитов есть. Да, но это же, типа, оружие не держать в руках, потому что они их боготули. Это их особенность. Краса. Только пламя на старте. А, то есть электричество не у всех. В отличие от пламени, которое просто потоковое заклинание, жрущее ману каждую секунду, плащ берет ману один раз, а дальше тикает целую минуту, создавая как бы некую сферу вокруг персонажа, в радиусе который все ансабы получают 100 урона в секунду. Нормально. Единственный минус подходить близко к цели тряпочному магу не особо-то нравится. Вот бы минус подходить близко к цели тряпочному магу Конь и конь с красными глазами. Видимо, из крысы сделали. Остальное неважно. Глаза от ассасинов проходишь ветку. А, я, возможно, его получал. Я не помню уже. Я ассасинов полностью проходил. Ты имеешь в виду темное братство. тряпочному магу не особо-то нравится. Вот бы минус подходить близко к цели тряпочному магу не особо-то нравится. Вот бы как-нибудь еще и радиус этому плащу растянуть, чтобы вообще всех в километре ебашил. Было бы классно. На всей карте. Жаль, конечно, что так не получится. Да? Или есть кое-что? Вот тебе еще одна скрытая особенность. Помимо увеличения урона, у плаща еще и увеличивается область атаки. Но не от всех бонусов. Запоминай, работают только три. Перк на двойной каст заклинаний, свиток шалидора и пузырьки разрушения. Все остальное, о чем мы говорили до этого, повышает ему урон, да, но на дальность уже не повлияет. Более того, чем сильнее зелье, тем больше оно повышает радиус. И знаешь, что случится, если задействовать наши имбовые банки. Тридцать метров. Реально тридцать метров, еще чуть-чуть, и это будет кап расстояние скрытности из моего прошлого ролика. Как тебе такое? Сто урон в секунду всем целям в радиусе тридцати метров от персонажа. А я-то думал, почему они умерли? Кернул он, что ли? Он их выжиг просто. персонажа в течение минуты без затрат маны сквозь любые препятствия и полностью пассивно. Как я и говорил, даже не вынимая ручки из карманов. Красота красотает. Пацану нужна помощь. Иначе вырастет гамстер. Есть еще два других варианта этого плаща. Свитки Джзарго и расовая обилка Данмера. Обилка полностью идентична спеллу, за исключением того, что анимация тут поинтереснее. Ну и применяется он, конечно, раз в сутки. А вот плащ Котофе сильнее на две единицы, но в отличие от обычного коцает мирных челиксов. Оба этих варианта нам не пригодятся, потому что это не спеллы и они не получают всех бонусов. Единственное учти, что с патчем перк двойного каста перестает влиять на дальность, хотя Шалидор и Зелье продолжают работать без изменений, так что в принципе все равно вполне себе нехуйственно. Идем дальше. Третий фильм это огненный волчарок и подзапозорный. Ставь лакричную палочку, если припоминаешь данного персонажа из моего видоса про призыв и воскрешение пожилых фига. Интересно. Я не помню, я только помню Челиков и Дримурова. Пожилых существ. Короче, вкратце напомню, из моего видоса про призыв и воскрешение пожилых существ. Короче, вкратце напомню, потому что он сюда прям... То есть там может быть в теории призыв меня? Пожилого существ. Я тебя жрать зову на кухне, что ли? Да, да, да. Ну я тоже в начале стрима тогда уже сделал призыв пожилого существа. Ебаный шашлык, пошли работать. Очень в тему будет. Руины высоких врат, квест свиток для Ански в награду дают спелл призыва огненного питомца. Внешне полный клон обычного питомца, только у этого подгорает пиздец. Но работает он иначе. Если тот был просто лоховским духом волка, который покусывает врагов, этот на полном ходу влетает в замес и детонирует нахуй от любого косового взгляда. Наносит 50 урона прямо как огненная руна, только этот как его? Волча разрывным характером. Он в разы дешевле, что тоже крайне заебато в начале игры. Двойной каст пэта никак не повышает его урон, а лишь немного продлевает его бренность бытия, что впрочем не важно, ведь он и так самостоятельно выпилится при первой возможности. Сила стихий тоже не дает ему никаких бонусов. Самый сок заключается в том, что этот черт изначально призывается на почти в три раза большем расстоянии, чем другие существа. Так его можно дополнительно увеличить с помощью перка призыватель и шлема озедала. А с такой дальностью и перком на бесшумность ты вообще можешь через пол карты этим самонаводящимся уёбком всех по-тихому гасить. Уникальная хуйня. Красота же. Дальше есть еще... Мне интересно какой-нибудь этот прокачать невидимость, какой-нибудь перк на бесшумность и тот же самый плащ заюзать и просто идешь на стелсичах в невидимости. Когда ты юзаешь, что ты выходишь из невидимости. Ну так ты заюзал плащ и ушел в невидимость. Пару финтов для тех, кто готов немного отойти от чистого колдуна, больше в сторону такого классического дарксолсовского пироманта. Типа жесткий боевой маг в легкой броне с какими-нибудь топориками. Значит, смотри, что мы делаем. Берем какой-нибудь дико моднейший топорик. Вешаем на него хаотический урон, поскольку это самые сильные чары разрушения и вдобавок паралич. Причем, обрати внимание, меняя длительность паралича, меняется и цвет ауры предмета. Это потому, что он задается более сильными чарами и показывает, какой школе в итоге будет... довольно долго надо играть, чтобы зачарование такое крутое выучить. Ну, блин, куда деваться? Это же Скайрим. В него невозможно играть нормально и недолго. Я буду вынуждать всякое говно изучать, а тебе уже не нужно, ты уже прошел все, что хотел, ты уже свой скилл прокачал, что ты можешь просто зубочисткой затыкать полное подземелье драугров. Но нет, тебе, сука, нужен хаотический урон на супер легендарном ибанитовом идеидическом оружии, потому что надо. Он задается более сильными чарами и показывает, к какой школе в итоге будет относиться зачарованный предмет. Убираем зеленую ауру, получаем топор разрушения. Если ты себе намутил нулевой монокост на разрушение, то такой топор вообще не будет тратить заряды. Такой же прикол кстати и с посохами работает. Но посохи всегда одной стихии, а здесь мы получили бесплатный паралич на 3 секунды. Говорят, Стивен Хокинг был таким мастером зачарования, что получил бесплатный паралич на всю жизнь. Да блядь. Блядь, сука. Это слишком черно. Это слишком черно, не одобряю. Блядь. А паралич это один из самых сильных эффектов изменения, который в форме спела требует огромных затрат маны. Таким образом, ты можешь задействовать те школы магии, на которые не влез нулевой монокост. По-моему, это идеальное применение зачарования. Ну, давай, скажи мне, что это уже не маг. Мы даже кузнечку не трогали, все в порядке. И еще один супер важный момент для физ оружия. Яды. Маги почти никогда не юзают яды, ведь... Че он делает? Это типа воровская тема. Ой, я ворту мафии. Это про этих, там, какая разница? Да и к тому же неудобно, как раз из-за того, что приходится либо подбрасывать их в карман, либо смазывать оружие, которого у магов нет, а вот и очень зря. Смотри, делаешь два вида банок. Слабость к магии и конкретно к огню. Было бы просто идеально для лука, но и с топором в принципе тоже нормально. Смотри, что происходит, если... Мне нравилось налутать яды с пауков и потом херачить на лук. Пока, короче, это статики находятся, ты его заспамишь стрелами и даже самыми такими говняными. Топором в принципе тоже нормально. Смотри, что происходит, если хуйнуть ими Эбонита. После таких приколов пацан отваливается от трех фаерболов. Это на легенде... Жестко. Нормально, нет? Это много дамага. Я почему именно топор стражи выбрал? Не только потому, что он моднячий, но и для комплекта. Смотри, что еще есть. Рунный молот стражи рассвета. Ну молот то магу куда, да? Нет, тут тоже секрет. Смотри, это дичь во время удара плашмя чертит на земле огненную руну. Да, это уже по нашей части. А теперь внимательно. Руна вообще не тратит ману. Она остается только за счет выносливости. А под овощным супцом у тебя всегда будет хотя бы одна единица стамины. И руной можно спамить просто бесконечно. А заряды у молота тоже не кончаются, ведь здесь особое зачарование. Дальность увеличивается первым мастер рун и шапкой озедала. Смекаешь? Это и физическое и магическое оружие и дальнего и ближнего боя. Как тебе такое? А еще применение этих рун какого-то хера качает навык разрушения. Именно так кстати можно относительно быстро его и поднять с 25 до 60 чтобы взять усиленное пламя. А еще урон руны увеличивается от свитка шеледора и зелья разрушения. Перки и маска почему-то на него не влияют. Ну а знаешь что еще? Крик бесплотность. Только надо бы найти для начала этот молот. Как мы знаем во время его действия ты полностью неуязвим для атак. Ну и сам никого бить не можешь. Руна этим правилам не подчиняется и наносит урон через бесплотность. Так что вот тебе еще один имбовый приемчик. В принципе теперь это не молот это просто очень суровый магический посох. Получить сей чудотворный предмет можно у нижних охранников если ты принял их в сторону в DLC. Квест потерянная реликвия что выдается жрецом в их форте. Окей. Что почему почему он так странно ставит что за хрень а что не еще выше чтобы все зацепить что можно ну просто он должен быть ниже либо немножко иначе должен лежать но нет почему тоже случится с молотом после патча но разрушение больше не качается точно так же как оно и не качалось при использовании любых других предметов это очевидно был баг ну а зелья больше не бафают урон хотя теперь его бафают перки оказывается все таки должны были шалидор и масочка без изменений первое работает второе нет ну и финн с бесплотностью тоже в порядке короче очень странно это все но вот такие дела ну собственно говоря ко всему этому безобразию ну это же я так понимаю неофициально про неофициальный патч он говорит а неофициальный патч это неофициальный патч тому кто его делал как приспичило так он и сделал вот я считаю что должно быть так вот так он и сделал разю можно прибавить крутецкий огненный крик который по сюжету можно будет бафнуть у портурнакса на 25% также на него еще и влияют перки усиленного пламени а еще его можно проапгрейдить по сюжету драгонборна получив из черной книги острое перо способность пламя драконрожденного тогда ты не просто будешь шпарить изо рта как дрэгон но при убийстве врага этим криком тебе на помощь будет призываться огненный змей но это я тебе в гайде только самые важные штуки показываю еще есть например секира пылких душ с которой снимаются уникальные чары огненная ловушка душ которые на первый взгляд бесполезны но на самом деле из-за того что на эти чары влияют сразу три навыка то есть колдовство разрушение и зачарование то при такой же продолжительности в предмет влезает гораздо больше зарядов чем в обычную ловушку душ плюс халявный урон огнем а еще ты можешь дополнительно с зачарованием все очень интересно но ни хера непонятно там по ходу дела разберешься скачать колдунство прибавить пока мне непонятно огненных отронахов треллов порождений пепла пепельного стража и прочих применять все остальные существующие огненные спеллы коих великое множество найти всех горящих паучков ой сколько всякой мелкой херни там еще есть чтобы все это собрать придется прилично продвинуться и по сюжету и в оба DLC заглянуть и в разные фракции наведаться и прокачаться нехило во все стороны так что это вполне себе это порождение пепла я думал зомбарь какой-то наведаться и прокачаться нехило во все стороны так что это вполне себе полноценный богатый отыгрыш с которым можно пробегать всю игру а как же быть защитой ну эта тема общая для всех маль пироман тут не исключение либо все же раскачай броню либо гоняй с защитными спеллами не забывай про стопроцентное поглощение которое тоже достаточно легко собрать это все я опять же уже рассказывал здесь я просто хотел показать чисто вот эти несколько сильных штук для билда пироманта делай с этой информацией что хочешь в целом неофициальный патч сильно меняет ситуацию он фиксит расчеты при зачаровании убирает некромага и очень многие крутые особенности этого билда но эй он и так остается довольно сильный а по багам ну лично у меня подход радикальный понимаешь либо ты бага юзер либо нет ну если да то тогда накрути себе миллионные значения багом зелья восстановления да и все можно удалять игру нахер это даже гораздо хуже чем тгм понимаешь баг есть баг доставочка маленький большой средний какая разница баг трудно измерить его границы размыты если надо будет выбирать между одним багом и другим я не буду выбирать вовсе поэтому мой выбор неофициальный патч ссылки на него я тоже оставил на этом у меня в принципе все так что давай пей чай пики булки может быть они в универсари эдишн добавили его кто знает они же добавили туда режим выживания ну да который я включил и решил что легенда и режим выживания меня уничтожат в край меня легенда то уничтожила столько это струйкой огня такой они такие это же было все же было так спасибо за просмотр пока